Мероприятие под названием «Интелиада», где собрались и показывают свои возможности и достижения все федерации, которые связаны с интеллектуальными видами спорта, а также детские центры, которые занимаются образованием, развитием логики. Это мероприятие посвящено развитию интеллектуальных способностей детей, много интеллектуальных направлений, таких как го, шахматы, шашки, русские шахматы, и в том числе научных пулянов течения, в том числе техническое направление, в данном случае представлено технической студией «Интелика». Дети до 10 лет могут решать задания, подготовленные задания и получать за это идеи. Потом, собрав количество определенных идей, они идут на пункт обмена и выбирают для себя приз и подарок, который им больше всего понравился. Идея возникла два года назад, когда мы впервые приняли участие на спортивной ярмарке, и мы решили выделить сегмент, который посвящен детям, интеллектуальному развитию детей. Вот, так появилась эта идея, я пошел, обратился в департамент с этой идеей, ну и меня поддержали, и сегодня мы имеем хороший результат. Благодаря тому, что они привлекли вот всех, кого мы сегодня видим, это и шахматы, и шашки, и русские шахматы, я столько увидел для себя, интересно, то, чем мы занимались в детстве, в свое время. Ителиада проводится у нас в первый раз, это то, чего мы долго ждали. В принципе, рассчитано от мала до велика. Как показывает практика, те интеллектуальные виды спорта, которые мы сегодня демонстрируем, они интересны и маленьким, и взрослым. Нельзя зацикливаться на чем-то одном, скажем, шахматы, шашки или го. Вот, ребенок должен расти разносторонним. А все эти виды спорта, которые я назвал, они дают возможность ребенку себя проявить, развить свое мышление в разных отраслях. Все, что проводится в первый раз, с какой-то опаской воспринимается, получится, не получится. И сначала казалось, что людей не будет, еще там без 10, без 15, без 12 было мало. Но сейчас все хорошо, люди пришли. Довольные мероприятия, пришло количество людей как раз то, что нужно, ни много, ни мало. Потому что, когда много тяжело, когда мало, скучно. Вот, сегодня как раз то, что нужно. И, я думаю, наши секции интеллектуальных игр пополнятся новыми участниками. И дети настолько, вот, я смотрю, они и там участвуют, и там участвуют. Им все интересно. Там дети два с половиной годика. Казалось бы, что он там соображает в этом? А нет, наоборот, они сидят о чем-то думают, там, голову почухивают. Знаете, настолько вот, я люблю детей вообще, но такого не видел. Сегодня у нас очень много участников. Я провел занятия более чем с 30 уже участниками. Это дети от 6 и до 16 лет. Всех возрастов подходили, мы занимались с ними. Начиная от соснов механики, это редукторы. Потом мы собрали простые механизмы, мы собрали маятниковые часы, которые работали сами. И в дальнейшем, вот сейчас, ребята все отпрограммируют микроконтроллер уже LEGO Mainstorms. Ожидания оправдались. Все очень довольны. К сожалению, в этом году людей мало, так как это первый год, когда мы его проводим. Но дети довольны. Они борются за фишки, за идеи, ставят перед собой цели, задачи, их достигают. В некоторых случаях родители, когда дети выходят и расскажут, чем они сегодня занимались, родители говорят, мы сами этого не знали. То есть, на самом деле, техническая грамотность должна преподаваться на таком уровне в школах. А у нас, к сожалению, в некотором степени школы отстают. Именно эта ниша занимает вынахидник. Он помогает детям развить свои навыки в робототехнике, приспособиться к современным реалиям. Мы уже сейчас планируем бюджет, сейчас уже ищем спонсоров на следующий год. И планируем проведение мероприятия в этом помещении. Мы на следующий интерьер, скорее всего, возраст повысим. Но 10 лет почему? Потому что как раз до 10 лет начинает формироваться именно мозг ребенка. Это одна из самых его активных частей познавания мира. И поэтому в этом возрасте очень хорошо детей настраивать на интеллектуальный труд. Тогда дети в будущем будут искать уже для себя более интересные и выгодные пути для собственного развития. Субтитры создавал DimaTorzok